Тайны войны Пленники войн 20-го столетия были лишены не только физической, но и моральной свободы. Некоторые из них остались в живых, другие погибли. Но пережитый опыт изменил жизни очень многих пленников войны. Страны-участники войн постоянно использовали военнопленных в качестве козыря на переговорах и как источник информации. Для получения нужной информации от военнопленных все средства были хороши. Хитрость, сила или унижение – все служило одной цели – узнать секреты противника. Игра пленного с захватчиком, обладавшим всегда большей силой, напоминала игру мышки с кошкой. Победа мышки зависела от ее сообразительности и желания выжить. Законы войны требовали гуманного отношения к пленникам. Но многие захватчики игнорировали предписания и прибегали к пыткам. Все войны были разными. Но появились некоторые закономерности относительно пленников. Борьба продолжалась в стенах тюрем. Некоторые пленники выживали благодаря сотрудничеству с тюремщиками. Сбежавшие из плена, любой ценой старались добраться до своих. То, что приходилось переживать заключенным в плену, научило их держаться до последних сил, до последней капли крови. Так или иначе, те, кто пережил этот ужасный опыт, могут поведать нам истории, полный интриг, ухищрений и героизма. В конце 19 века в Гаге была созвана конференция, где обсуждался проект законов, призванных регламентировать обращения с военнопленными. Согласно требованиям Гагской конвенции, каждый военнопленный должен был назвать свое имя и звание. Закон требовал гуманного отношения. Пленник должен был получать письма, и его должны были содержать. Его также могли нанять на работу. Первая мировая война проверила на практике точность исполнения новых законов. Эта война была последней в списке рыцарских войн. В 1914 году в наступление пошли армии, числом превосходящие все виданные ранее. Сражающиеся на поле боя шли врукопашную. В этот период пролилось очень много крови. Было очень опасно сдаваться, то есть поднимать руки перед врагом. Он мог заколоть вас штыком или просто застрелить вас, потому что вы враг. Сейчас армии находятся на расстоянии друг от друга. Следовательно, вас не попадут сразу же. Отсюда больший шанс выжить. Попасть в плен – одно из тяжелейших испытаний для солдата. Именно в этот момент человек осознает, что его жизнь не длиннее его собственных рук. Перед вами неизвестность. Вы не знаете, убьют ли вас или вам предстоит долгий путь, в котором вам суждено умереть. Вы ничего не можете контролировать. Вы начинаете путь в неизвестном направлении, во мраке неизвестности. Это ужасно. Очевидно, вы находитесь в состоянии шока. Секунду назад вы были еще свободны, а теперь уже нет. Ранение и голод делают вас очень уязвимыми. Это и есть подходящий момент для допроса и получения нужной информации. В этой войне победа впервые зависела от уровня технического прогресса. Он позволил брать в плен большее количество людей. Но вдруг участники конфликта обнаружили новый блок проблем. Немцы захватили десятки тысяч военнопленных из союзных войск, не подумав при этом о создании системы их содержания. Не хватало продовольствия и помещений, пригодных для жилья. Эпидемия ТИФа унесла жизни тысяч людей. Шансы на выживание во многом зависели от национальности пленников. Немцы далеко не всегда жестоко обращались со своими пленными. А вот в Советском Союзе или в Сербии, к примеру, не было организации, которая бы оказывала своим военнопленным необходимую помощь, как это было у нас. Международный Красный Крест, созданный за 50 лет до начала войны, доказал свой статус организацией по спасению жизни, оказав помощь десяткам тысяч солдат. Красный Крест занимал нейтральную позицию. Пакеты с пищей, доставляемые работниками Красного Креста, были предназначены для пленных обеих сторон. Накормить всех было отличной идеей. Швейцарцы грузили продовольствие в поезда и грузовики и отправляли этот бесценный груз тем, кто в нем нуждался. Значение Красного Креста было огромное. А эти посылки с консервированным лососем были просто невероятными. Но помимо голода, военнопленных ожидали и другие опасности. Нацистские руководители были не первыми, кто понял, живой пленник лучше, чем мертвый. Всем известно, что пленник – прекрасный источник информации. Он может рассказать как о своем военном подразделении, так и о других, о типе вооружений и даже о военных замыслах. При этом, чем старше по званию военнопленный, тем больше он может рассказать. Немецкие офицеры хорошо знали, что пленники могут оказать неоценимую услугу службам разведки и, в отличие от французов или англичан, заходили очень далеко для того, чтобы добыть информацию. Захватчик и его жертва начинали игру в кошки-мышки. Англичане и французы не подозревали о существовании обширной шпионской сети, целью которой было увеличить до предела шансы немецкой армии путем получения секретной информации. Но вскоре немцы поняли, что пленники не говорят о войне и склонны рассказывать о своей частной жизни. Агенты разведывательной службы называют эти сведения пассивной информацией. Пассивная информация относится к частной жизни человека. Она дает представление о том, что это за человек. Они могут узнать, откуда он, или получить важную для них информацию о его семье, или узнать о его национальных корнях, где он проходил военное обучение, и в каком полку служил, что он думает о войне и своих военачальниках, обо всем. Данные были важны в том случае, если какой-нибудь начальник или приказ на родине пленного оказывались причиной недовольства подчиненных. Немецкие агенты старались максимально использовать детали, чтобы получить тактическое преимущество на поле боя. Чтобы увеличить шансы на получение нужной информации, пленников помещали в окружение военных их звания и происхождение. Они начинали ощущать себя в кругу товарищей. Они селили их вместе, надеясь, что те заговорят. И они начинали говорить. Немцы прослушивали эти разговоры. Хитрость этой техники заключалась в том, что многие люди даже не подозревали, что разговоры прослушивались. В мемуарах те, кто прошел через плен, писали. Я ничего им не сказал. Но на самом деле они сказали им все, что нужно. Агенты были специально обучены добывать информацию. Работа разведывательной службы оказалась столь эффективной, что вскоре немецкие агенты купили маленький отель в Карлсруе, около Шварцвальда. Так как использование записывающих устройств делало прослушивание более эффективным, в отеле были установлены скрытые микрофоны. В то время как пленники чувствовали себя в безопасности, все их разговоры тайно записывались. Одни называют этот отель вилла Карлсруе, другие – прослушивающая лаборатория. Во всех комнатах были установлены жучки. Микрофоны были повсюду. В кладке стен, на люстрах. В подвале находилась записывающая лаборатория. Там же находились шестеро или семеро ребят, которые следили за записью, слушали и делали необходимые заметки. Это была налаженная организация. Изначально пленные жили в палатках позади здания отеля и часто пересекали улицу, на которой он находился. Через несколько лет отель снесли. Лишь немногие жители Карлсруе предполагали, что же происходило внутри. Агенты, занимающиеся записью разговоров, были первыми разработчиками подслушивающих устройств. Это были первые устройства для сбора информации. Все, что касалось этих устройств, держалось в трожающем секрете. Естественно, немцы не хотели, чтобы кто-нибудь узнал о том, что на самом деле этот отель – подслушивающая будка. Операция велась в течение двух лет. Военно-пленные не подозревали, что немецкие агенты записывают их разговоры. Эта наивность была следствием особого склада ума людей из высшего общества, и в частности, офицеров британской армии. Среди офицеров считалось неприличным подслушивать разговоры. Джентльмен не должен подслушивать разговоры другого джентльмена. Союзники придерживались этих правил. Немцы относились к этому иначе. Они прослушивали разговоры до тех пор, пока их интересовала информация. Они избрали путь, от которого отказались союзники. В архивах немецкой разведки хранилась вся собранная информация. В главных управлениях были досье на сотни пленных офицеров. Операции проходили без запинок до тех пор, пока некоторые пленники не обнаружили микрофоны. Их тут же вывозили из отеля, но нескольким пленникам удалось оставить в предметах мебели предупреждающие записки. Вскоре военнопленные осмотрели комнаты на наличие жучков. Чем сильнее разгорался пожар войны, тем изощреннее были уловки. В 17-м году в плен попал американский морской офицер. В плену он открыл о противнике столь важную информацию, что позже рискнул жизнью, чтобы донести ее до своих. В 17-м году, после трех лет войны, страны-участники оказались в безвыходном положении. Лишь вступление в войну США в апреле еще могло изменить ситуацию. В течение следующих шести месяцев в Германии настал национальный кризис. Свирепствовал голод, люди отказывались пополнять ряды армии. Но в мае генералы Людендорф и Хиндебург предприняли последнюю попытку, начав наступление на Францию. Их успех в начале кампании превзошел их самые смелые ожидания. В это время 28-летний Эдуард Айзекс служил офицером артиллерии на борту корабля президент Линкольн. Немецкая подводная лодка Ю-90 выследила этот корабль, когда он возвращался к родным берегам, оказав помощь американским войскам во Франции. В течение семи часов лейтенант Айзекс и другие члены команды не подозревали о том, что их корабль преследует подводная лодка. В конце концов, когда субмарина находилась в 700 метрах от цели, капитан Вальтер Рэми отдал приказ открыть огонь. Три торпеды попали в цель. Линкольн затонул. Согласно стандартной процедуре, установленной немецким морским командованием, Рэми отдал приказ о всплытии на поверхность с целью взять в плен капитана корабля. В случае гибели капитана необходимо было взять в плен офицеров. Когда субмарина начала приближаться, офицеры Линкольна сбросили фуражки и мундиры. Капитан держал румпель в спасательной шлюпке и выглядел как рядовой матрос. Единственным офицером, который не снял форму, был Эдуард Айзекс. Когда Рэми начинает обследовать шлюпку, он натыкается на этого парня в форме. Именно Айзекса он берет на борт. Он расспрашивает его о судьбе капитана и говорит, что раз капитана здесь нет, то тем человеком, которого я отвезу в Германию, будешь ты. Во-первых, на Айзекса произвело большое впечатление вежливое обращение Рэми. Он с благодарностью принял приглашение отужинать в офицерской кают-компании. За ужином Айзекс изложил все известные ему сведения относительно численности американских войск в Европе, которые были переправлены из США. Капитан не узнал лишь то, что молодой Эдуард Айзекс умел хладнокровно лгать. В своем рассказе Айзекс значительно увеличил цифры. Он сказал Рэми, что во Францию были переправлены 2 миллиона человек, и для этой цели военно-морской флот использовал 75 транспортных кораблей. По словам Айзекса, это событие предалось сил союзникам. А капитан Рэми хотел бы услышать другое. Он хотел слышать о военных бунтах, о проблемах союзников. Высадка означала, что основной фронт сломлен. Чем тут могут помочь американцы? И достаточно ли они мотивированы? На самом деле, Айзекс слышал о том, что во французской армии готовится восстание, а англичане не смогут пережить зимы 19-го года. Но он дал ложную информацию. Зная, что в его историю верят, он сказал Рэми, что союзники готовы начать наступление в 19-м году. Если союзники рассчитывают пойти в наступление в 19-м году, следовательно, у них гораздо больше сил и шансов выстыть, чем у немецкой армии. Плохие новости. В течение следующих дней Айзекс, общаясь с находящимися на борту военными, добыл информацию, которая подтвердила его предположение. Существуют способы обнаружения подводных лодок. Он обратил внимание на утечку топлива с подводной лодки. Дело было в масляных баках и недостаточной герметичности обшивки. Всякий раз, когда субмарина находилась на расстоянии длины перископа от поверхности, она оставляла на воде масляное пятно. Если море было неспокойно, то пятно расползалось по поверхности. Если же царил штиль, масляный след точно указывал, где была лодка. Капитан Рэми разрешил Айзексу оставить при себе пистолет и предоставил ему свободу передвижения. Айзекс использовал возможность. Он мог заходить в навигационную каюту и рассматривать чертежи Рэми. Он изучил их детальнейшим образом. Он обнаружил секретный путь, которым следовали немецкие подводные лодки. От берегов Германии через Северное море, огибая Шотландию, они выходили в Атлантику. Еще до того, как субмарина вошла в док, Айзекс решил бежать и доставить полученную информацию в Генеральный штаб союзников в Лондоне. Его главной целью было сообщить эти сведения союзникам. Он искренне верил в крайнюю важность этой секретной информации. Ведь он узнал о немецкой подводной лодке то, что раньше никто не знал. Но, как и любая военная информация, эти сведения были полезными лишь в ограниченный период времени. Он должен был действовать быстро. 11 июня 1918 года Ю-90 зашла в порт Вильгельмсхапена. К тому времени американские войска уже около года сражались с немецкой армией. Но, как казалось Айзексу, вмешательство Америки мало повлияло на ход войны. Он не знал, что бои в Булонском лесу и близ шато Тьерри, в 40 километрах от Парижа, закончились победой американцев. Айзекс был отправлен в лагерь для военнопленных в город Виллинген на швейцарской границе. Оказавшись в лагере, он сосредоточил все свои силы на побеге. Вместе с американским пилотом Гарольдом Уиллисом они разработали план. Пока Уиллис тайно копировал карту Швейцарии, незаметно пронесенную в лагерь Айзекс выстраивал план побега. Они точно измерили расстояние от окна до лагерного ограждения. Вечером 6 октября 1918 года Айзекс объединился с другими 13 заключенными, которые также планировали побег. Он дал каждому из них задание и сказал, что побег намечен на эту ночь. Он действовал молниеносно. Выпрыгнул из окна, бросился бежать и перелез через колючую проволоку. Но там Айзекса и Уиллиса ожидала гораздо более серьезная опасность — гражданское население. Ненависть обычных граждан к вражеским солдатам была сильна. Доходило до того, что они формировали вооруженные отряды и выслеживали беглецов. Сумев избежать встречи с гражданским населением и полицией, Айзекс и Уиллис ускользнули и переплыли Рейн, несмотря на то, что в это время было половодие. Неделю спустя Айзекс и Уиллис достигли швейцарской границы. В конце октября Айзекс прибыл в Лондон. Проходя в дверь генерального штаба, он услышал, что по приказу военно-морского министерства Германии все подводные лодки были отозваны. Война приближалась к концу, и сведения, добытые Айзексом, больше не имели значения. Спустя две недели бои прекратились. Несмотря на то, что доставленная Айзексом информация устарела, он был отмечен как герой, а в 19-м году получил почетную награду из рук президента Вильсона. Случай Айзекса доказывает, что военно-пленные могут добывать в плену ценную информацию. Вторая мировая война предоставит пленам гораздо больше возможностей для сбора особо-секретной информации. Через 12 лет после окончания Первой мировой дипломаты соберутся в Женеве, чтобы обсудить правила войны. Всех беспокоило то, что, несмотря на существующие законы, жестокое обращение с пленными происходило на протяжении всей Первой мировой. По Женевской конвенции пленным должны были обеспечивать нормальное питание, медицинскую помощь и возможность переписки с семьей. Пленного нельзя было принуждать называть свое имя, звание и личный номер. Максимальная мера наказания даже в случае побега равнялась заключению в одиночной камере на месяц. Однако некоторые страны не подписали Женевскую конвенцию 29-го года. В их числе была Япония. Кодекс Бусидо для большинства японских военных является основой, нерушимым фундаментом военной структуры Японии. Россия также не поставила свою подпись из-за недоверия Иосифа Сталина. Для Сталина швейцарцы были капиталистическими ищейками и он не хотел, чтобы эти ищейки вынюхивали что-нибудь в его стране. Сталин запретил работникам Красного Креста появляться на территории Советского Союза. В итоге русские солдаты не смогли получить помощь Красного Креста на вражеской территории. Опыт Первой мировой войны доказал руководителям британской разведки, что военные могут служить ценным источником информации. В 1939 году офицеры британского генерального штаба взяли на себя создание организации, которая помогала бы военнопленным совершать побеги. Норман Крокотт, лондонский биржевой маклер, воевавший в Первой мировой, принял на себя руководство. Эта организация, известная под названием Ми-9, располагалась в Лондоне в отеле Метрополь. Она осуществляла передачу информации от военнопленных и оказывала им поддержку. Под контролем Ми-9 проводились специальные тренировки агентов-разведчиков, которые учились доставать информацию разными способами. Весной 1940 года после Блицкрига в плену оказалось около двух миллионов французских и бельгийских военных. Норман Крокот подготовил ответ незамедлительно. Он полагал, что на первом этапе главная цель Ми-9 подготовить военных к побегу в первый же удобный момент. Цель была достигнута путем тренировок. Попав в плен, военные использовали первую же возможность. Два месяца спустя 200 тысяч британских военных переправили в Дюнкерк. Но другие 50 тысяч оставались в плену. Развитие авиации и бронированной техники изменило само понятие быть взятым в плен. Это стало случайным стечением обстоятельств. Но это все равно колебало уверенность англичан и французов. Особенно их поражало количество взятых немцами в плен военных. Авиатор Первой мировой рейхс-маршал Герман Геринг отдал приказ о том, чтобы с пилотами союзных войск обращались лучше других. Для допросов их отправляли в лагеря так называемые дулаги. Сначала немецкие агенты пытались давить на пленников, но после германская разведка решила изменить тактику. К 40-му году они смягчили технику ведения допросов. Мысль о том, что лезть может сослужить гораздо большую службу, чем насилие, стало набирать силу. Таким образом, в дулагах насилие стало уступать место изощренным уловкам. Служба МИ-9 незамедлительно принялась за работу. Пленники из союзных войск вели внутреннюю войну со своими захватчиками. Норман Крокотт знал, что репетиции побегов играют большую роль, но сбор информации он считал гораздо более важным делом. Он тщательно отбирал пилотов и служащих в пехотных войсках и обучал их приемам общения при помощи специальных кодов. Иногда сбежавшие собирали нужную информацию в тылу противника, потом позволяли снова взять себя в плен, а затем посредством шифровок передавали информацию в Лондон. Такие побеги напоминали игру. Здесь было место и ребяческим проказом, и настоящей опасностью, но эти игры раздражали немцев. Некоторые из военнопленных приобрели статус вечных дезертиров. для этих людей жизнь в лагере была вполне приемлемой, так как они были подготовлены к ней. Первое, что они делали, оглядывались и начинали думать, каким образом сбежать из этого места. И они убегали оттуда куда угодно любой ценой. Потом их снова возвратят в лагерь, но это уже не будет иметь значения. Главное, как можно скорее сбежать оттуда. Сеть шпионов внутри лагерей была известна под названием Икс. Внутри этой организации каждому была отведена своя роль. Люди подделывали документы, подкупали охранников, чтобы заполучить фотоаппарат и сделать снимки для поддельных удостоверений, доставали карты. Таланты инженеров приобретали отныне важнейшее значение в развитии сети тоннелей. Война набирала силу, а Ми-9 разрабатывала новые методы. Создавались вспомогательные организации. Их задачей было создать прикрытие для передаваемого груза, а грузом было оснащение, облегчающее побег. Благотворительные организации посылают много лагеря для военнопленных, а в продуктах спрятаны карты, деньги или даже радиоприемники. Можно было спрятать многое. Радиоприемники были нужны им для того, чтобы иметь возможность прослушивать важные сообщения по Би-Би-Си. Ми-9 разрабатывала и сообщала о лучших маршрутах для побега, многие из которых вели дальше вглубь Европы. Официально Испания сохраняла нейтралитет во Второй мировой войне, но она считалась фашистской страной, поскольку Франко был фашистом. Но многое происходило в этой стране в обход законов Франко, и нацистам это не нравилось. Испания предоставляла укрытие беглецам, прошедшим через всю Францию. В Испании и оккупированных странах беглецов часто спасали местные жители, ненавидящие захватчиков. Среди них было много женщин. Война продолжалась, и отношение немцев к беглецам стало гораздо более суровым. В Германии было объявлено, что отныне побег не будет расцениваться как вид спорта или игра. Появились зоны смерти. Любой, кто будет пойман там, без удостоверения личности, будет убит. Жизнь становилась опасной не только для беглецов, но и для мирных граждан, оказывающих им помощь. Нацисты или их сообщники легко проникали в ряды организации сопротивления. Они знали все. Если кто-то помог пилоту из вражеских войск, люди из гестапо уводили прочего семью, а его самого убивали прямо на улице, предупреждая остальных. Однако жизнь военнопленных у немцев не шла ни в какое сравнение с уделом пленников на Тихоокеанском фронте. Этот кошмар власти пытались скрыть годами. В 1942 году японцы переправили более 60 тысяч военнопленных в Бирму и Таиланд на строительство знаменитой железной дороги смерти. Одну половину пленных составили англичане и другую австралийцы, датчане и американцы. Очень быстро пленники поняли, что японцы не следуют положениям Женевской конвенции. Они не захотели подписывать соглашение, в котором говорилось, что они должны были обращаться с пленными лучше, чем они обращались со своими собственными солдатами. Эта конвенция заставила бы их отказаться от дорогих им ценностей, от военной культуры бусидо. Бусидо – древний свод правил самураев, вновь введенный в действие в 20-е и 30-е годы военными экстремистами, взявшими контроль над государством. Бусидо предусматривал полное повиновение императору, которому безоговорочно подчинялась армия. Власть была абсолютной. Приказ офицера приравнивался к приказу самого императора. Согласно кодексу Бусидо, сдача в плен означала унижение. Любой солдат, сдавшийся в плен, считался опозорившим себя и свою нацию. Они говорили своим солдатам, вы не станете пленниками. Вы умрете до того, как вас возьмут в плен. Но если вы будете схвачены живыми, вы перестанете быть японцами. Для японцев пленники были трусливыми, слабохарактерными и меркантельными людьми. Эта разность культур привела к раскрытию одного из самых позорных секретов за всю историю этой войны, так называемому Ботанскому маршу смерти. Первый раз американские солдаты узнали о кодексе Бусидо весной 1942 года. Тогда отряды США оказались на полуострове Ботан без боеприпасов, топлива, еды и медикаментов. Это это уже не были организованные отряды. Редко врагу удавалось застать американскую армию, столь неподготовленной к сражению. Американских и филиппинских военнопленных заставили пройти путь в 75 миль от Мэри Вейлза до лагеря О'Доннелл под палящим тропическим солнцем без еды и воды. Помимо всего прочего, пленник теряет собственную личность. Вы ясно осознаете, как личность вы больше не существуете. Вы теряете ощущение прошлого, настоящего и будущего. И когда условия становятся очень скверными, вы уже не способны здраво размышлять. И думаете лишь о том, что ваше положение никогда не изменится к лучшему. Покидавшие ряды, чтобы зачерпнуть воды и напиться, расстреливались на месте. Шедшие рядом с ними были в ужасе. Все, что они видели, это тела их убитых товарищей. Они окончательно пали духом. Японский солдат мог спокойно заколоть их или пристрелить. Из 75 тысяч американских и филиппинских солдат, попавших в плен на Филиппинах в 42-м году, от 7 до 10 тысяч человек умерли в ходе этого марша смерти. О зверствах, которые учиняли захватчики, стало известно лишь два года спустя. Лишь первый возвратившийся домой пленник рассказал об ужасах перехода. Официальные лица были ошеломлены. Опасаясь реакции граждан, они сделали все возможное, чтобы скрыть информацию. Правительство решает, что говорить, а что нет. Солдаты имеют определенные обязательства. Будучи военным, вы теряете индивидуальную свободу. И солдатам запрещалось рассказывать о времени, проведенном в плену. Но вскоре после их возвращения домой радио заговорило об Атанском марше. Люди были поражены и абсолютно шокированы. и шокированы. Я не верю. Я верю. С 42-го года официальные лица Японии использовали пленных из союзных войск в целях пропаганды собственных идей. Для этого привлекались пленники знаменитости. Одной из таких знаменитостей был бегун Лу Замперини, участник Олимпийских Игр 1936-го года, которому сам фюрер пожал руку. Проучившись три года в Университете Южной Калифорнии, Замперини вступил в ряды военно-воздушных сил и в 1942-м году стал пилотом самолета Б-24. Его самолет потерпел крушение в ходе выполнения миссии по нахождению пропавшего самолета Б-25. Замперини и трое других членов экипажа провели в открытом море несколько недель. Спасательным супругом им служила покрышка колеса. Не каждый вынесет подобные испытания. Один из членов экипажа умер. Оставшихся в живых через 47 дней подобрал японский патрульный корабль. Замперини выдержал месяц пыток в плену. Они могли заколоть или застрелить вас в любой момент. Все, что им не нравилось, расценивалось как правонарушение. Вас могли убить из-за малейшей мелочи. Потом захватчики узнали, что Замперини был звездой Олимпийских игр и поняли, что живой Замперини гораздо ценнее мертвого. Тайком от Замперини японские захватчики стали готовить его к главной роли в их пропагандистской кампании. Его поместили в секретную тюрьму и стали ждать. Как только было объявлено о гибели Замперини, японцы шокировали Америку записью, доказывавшей что Замперини жив и находится в плену. Замперини согласился записать одну передачу, но при условии, что он сам напишет слова, Аня будет зачитывать то, что написали японцы. И я написал то, что только мои родители могли знать обо мне, об охотничьем ружье и о друге, с которым я охотился, когда учился в высшей школе. Если бы родители услышали эти слова, они бы точно знали, что это говорю именно я. из-за сильных помех во время радиовещания голос Лузамперини стал почти неузнаваемым. Официальные лица из правительства сомневались в том, что запись сделана самим Лу, но его мать была уверена, что слышала голос сына. Тогда кто-то из правительства позвонил моей матери и сказал ей прямо, ваш сын погиб, мы имеем точные сведения. Японцы хотели, чтобы Лу, Замперини продолжал записи передач, зачитывая в эфире то, что они для него написали. Они познакомили его с другими военнослужащими, которые регулярно выступали на токийском радио. Я познакомился с тремя ребятами, которые записывали подобные передачи, жили в номере отеля, ели обычную американскую еду, но они не смогли смотреть мне в глаза. Они послали мне сообщение, в котором было три слова «Не делай этого». В обмен на сотрудничество японцы предложили Лу, Замперини улучшенные условия жизни. Он отказался. В течение всего времени, проведенного в плену, его постоянно избивали. Как пройти через это? Иметь волю к жизни. Я думаю, мне помогла моя воля к победе. Благодаря ей я выиграл в забеге на Олимпийских играх и выжил в плену. Атлеты никогда не сдаются. Первая половина века была началом новой эры введения войн и концом рыцарских сражений. Захватчики поняли, что могут добиваться от пленников раскрытия военных тайн, которые, в свою очередь, способны изменить ход военного сражения. Пленные были полезны всем. Некоторые добровольно попадали в плен, чтобы потом доставить важную информацию на родину. Во время Второй мировой войны военно-пленные союзных войск вели борьбу за колючей проволокой. На Тихоокеанском фронте пленники стали объектом ужасающей жестокости. Несмотря на переживаемые трудности, заключенные не теряли остроту и ясность ума и делали все, чтобы выжить. Чувство свободы возрождалось в них при мысли о доме и семье. После Второй мировой использование пленных в качестве козырей на переговорах и орудий пропаганды продолжается. Печально, что многие военно-пленные становятся объектами антигуманного обращения, который выражается иногда в применяемых к ним наказаниях, а иногда в неустанном желании противника узнать их секреты. Продюсер Дебора Блум, композитор Рамон Балькасар. Фильм, переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok